Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Присоединяйтесь к нашей дискуссии или предлагайте какие-то свои темы. Мы готовы попробовать, обсудить что-то, рассмотреть с разных сторон, возможно, ваш вопрос. Как-то поговорить об этом? Я думаю, что для меня, по крайней мере, мы вышли в такой режим, поскольку передача выходит регулярно, в прямом эфире. Мы по большому счету не готовим темы. Я повторяю уже то, что, может быть, говорил, но, может быть, кто-то пропустил, может быть, кто-то присоединился. И у нас были повторы, да? Потому что праздничные дни. Ну, это да. Но я имею в виду, что мы намеренно свои передачи не тематизируем, то есть не посвящаем чему-то, никак их не озаглавливаем. То, что вы видите в соцсетях, там, на Ютьюбе, названия передачи, названия придумываются и возникают постфактум, когда мы уже о чем-то говорили, с вами, может быть, говорили по телефону, вот, и вот это какая-то тема возникла. И вот я хочу сказать, что мы на определенный режим такой вот знакомый мне по консультированию вышли, что каждый раз, собираясь здесь в студии, мы, я, по крайней мере, не сильно знаем, о чем будет разговор. В надежде на то и в ожидании, что этот разговор, ну, какой-то определенный интерес, может быть, тему принесете вы, те, кто нас смотрит, ну, или мы пока ждем, будем вспоминать и думать, что актуально для нас в текущий момент. Предполагаю, что если это актуально для нас, для меня или для Елены, то в какой-то степени это может быть, ну, будет важным и для вас. Вот, и здесь такой интересный момент есть, я каждый раз об этом думаю, момент, связанный с тем, что вот на вашем экране мужчина и женщина, два человека, и в какой-то степени можно себя ассоциировать или идентифицировать с одним или с другим человеком, да, то есть, возможно, я за кого-то здесь говорю, за кого-то, возможно, говорит Елена, ну, то есть, озвучивает какие-то свои вопросы, и вы находите у себя, что да, это важная тема, я тоже так думаю, у меня тоже такое есть в жизни, или я когда истории рассказываю пациентов, клиентов, и это, возможно, у вас откликается. Но есть такой важный момент, что в какой-то период разговора вы видите, что то, что говорим мы, и то, что происходит у вас, это, ну, различается, в этом есть разница. И вот для того, чтобы... Это существенная разница, это разница, не сводимая к какому-то общему критерию, не сводимая к какому-то общему ответу. Ну, вот пример вам. Закончились праздники, большие праздники, очень серьезные праздники, в какой-то степени поляризовавшие. Кто-то отмечает, кто-то не отмечает, кто-то смотрит с одной стороны, я имею в виду весело, с плясками, с песнями, да, кто-то тихо и кулуарно, да, вспоминает своих родственников, своих близких. Вот. Но я хотел сказать, что у всех есть свое, у каждого есть свое какое-то индивидуальное, ну, индивидуальный контекст, индивидуальное какое-то звучание. Вот. И мы вас ждем с этим звучанием в нашу передачу, в наш разговор. Я считаю, что только из-за этих индивидуальных звучаний передача и складывается, тогда, когда она складывается. Или она остается такой, как есть понятие, такой общей волны, на которую может что-то такое индивидуальное нанизаться, или может таким фоном пройти, обоими такими. Вот. Ну, такое вступление у меня, Илья. Спасибо, Алексей. Телефон в студии 202-11-22, он появляется на экранах ваших телевизоров. Звоните, задавайте вопросы. Действительно, мы с Алексеем обсуждаем какую-то тему, но если у вас есть какая-то совершенно другая идея или проблема, вы всегда можете развернуть тему разговора, и мы готовы присоединиться к обсуждению. Кстати, о темах. Перебил я вас? Да нет, нет. Я вот о чем вспомнил. Я сейчас думал, что же было для меня актуально в эти праздники. Ну, помимо каких-то таких, может быть, ожидаемых моментов, возникла тема уместности. Уместности разговоров и уместности темы. В разговорах с людьми, которые приходят в кабинет, это иногда звучит так. Ну, мой пациент, например, рассказывает мне о чем-то болезненном для него самого или для нее самой. Я спрашиваю, обсуждали ли вы это с кем-то из близких, с родителями, с супругами, с детьми, может быть. И порой слышу, может быть, вы сейчас услышите и узнаете, что у вас тоже так бывает. Порой слышу, что то, о чем хотят сказать люди, это неуместно. То есть для этого нет места в текущей жизни. То есть, например, молодая женщина, девушка, говорит о том, что то, о чем она хотела бы поговорить со своими родителями, она не может это сделать в будние дни, потому что они вечером приходят с работы, они уставшие, им хотелось бы отдохнуть, а разговор тяжелый. И, ну, я представляю, там в 7-8 часов, да, вот надо поужинать, ложиться спать. Ну, такая жизнь, наверное, обычной семьи. И для этого разговора в будни нет времени. А когда выходные, праздничные дни, она говорит, ну, вы знаете, портить праздник, портить отдых, портить субботу или воскресенье, когда мы радуемся, может быть, садимся за стол там или куда-то едем вместе, я бы тоже не хотела. И вот это такая тема уместности, где, а точнее, не уместности, где о том, что для нее было актуально, ну, не находится просто времени, не находится места для того, чтобы это как-то обсудить. А это болезнь. Это же в ее представлении. Она эту уместность определяет? Ну, безусловно. Она сталкивалась из опыта, что ее разговоры были неуместны. Не знаю, как? Я думаю, что в той истории, которую я рассказываю, она об этом, наверное, не знает. По крайней мере, я не помню, что бы она спрашивала. Но вполне часто я слышу фразу «давай не сейчас». То есть «давай не сейчас мы едем в театр, давай не сейчас мы на природе, давай не сейчас дети спят, давай не сейчас у нас хорошее настроение, давай не сейчас я устал или устал на работе», ну и так далее, вот то, что я повторял. И вот это в какой-то степени сегодня у меня была первая группа после праздничных дней, после вот этих длинных выходных. И было очень много накопившихся историй за это время, болезненных каких-то историй. И вот этот элемент, что на праздниках, ну, может быть, как-то неуместно обсуждать какие-то болезни. Надо отдыхать, надо радоваться, загорать там, ехать на дачу, но не говорить о каких-то вещах. Вот. Может быть, у вас тоже так бывает? Находите ли вы время? Как вы находите время для неуместных разговоров? Почему они неуместные? Ну вот у меня вот такое всплыло. Такая тема, может быть, такая идея. У вас есть ответ на этот вопрос, Алексей? Для таких разговоров нужно ли задаваться этим вопросом уместности или неуместности? Или если болезненный материал, болезненные переживания накапливаются, то, ну да, в какой-то степени стоит, может быть, разрушить вот эту какую-то идиллию, которая существует? Потому что если один из членов семьи испытывает такие болезненные чувства, то эта идиллия, она тогда иллюзия, да? Она к реальности не имеет отношения. Ну, иллюзия это или не иллюзия, но тот член семьи, тот партнер, который, как вы сказали, разрушает идиллию, придуманную или непридуманную, начав этот разговор... Она может быть непридуманная, но она, по крайней мере, поддерживаемая, да? То есть люди играют в эту игру какую-то, ну, закрывая глаза на страдания близкого. Ну, мы в большое количество игр играем, и, кстати, для того, чтобы не замечать страдания хотя бы в пределах одного города, я думаю, что если выйти и задаться целью, даже не задаваться, мы увидим очень много в городе страданий непосредственно, начиная от животных и заканчивая людьми, или наоборот, начиная от людей и заканчивая животных. Мы привыкли, это и отступление, наверное, к вашей фразе, в какой-то степени не замечать, и это страдание таким фоновым становится. Но если вернуться к вашему вопросу, чувство вины, предполагаемое или вполне реалистичное, ну, то есть уже возникшее, мешает человеку разрушить мнимую или явную идиллию, начав говорить, ну, например, начав сказать, ты знаешь, я хотел с тобой, хотела с тобой поговорить, или мне не нравится, да, или мне больно, или есть один очень там деликатный какой-то вопрос, я давно хотел, хотела его обсудить. И, в общем, люди, с которыми я общаюсь, часто говорят, что они ощущают себя виноватыми за то, что, причем они могут 10, 20, 100 раз подумать, надо ли, может быть, все не так. Супруга начинает разговор с супругом о том, что у них нет, ушло что-то из отношений, да, и она думает, может быть, не ушло, может быть, ну, это вот мы устали, время какое-то такое неудачное, да. Вот, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что для этого разговора никогда нет места. То есть он никогда неуместный. И как быть? Ну, поскольку для него никогда нет времени, то любое время для него годится, как это ни парадоксально. Ну, может быть, за исключением совсем экстренных каких-то ситуаций, ну, не знаю, ситуации скорой помощи. Это может быть так, супруги легли ночью спать, уже засыпают, и он или она толкает его в бок и говорит, я хотел с тобой поговорить. Ну, самое неуместное время для разговора, да, 12 часов ночи. Или он торопится на работу, она, там, целуя его перед выходом, говорит, я хотел с тобой поговорить. Он говорит, да ты обалдела, я через 5 минут должен быть на совещании. Такое впечатление, что каким-то части наших психических процессов, ну, они по-другому это время распределяют или воспринимают, как это странно бы не звучало, да, и вот эта вот нормативность расписанная, ну, не всегда является такой преградой, да. И поэтому перед выходом можно спросить, да, можно в лифте заговорить, наверное. Во что это выльется, я не знаю. Может быть, у наших зрителей есть эти истории, но я точно знаю, что времени и места для этих разговоров нет. Ну, если, конечно, это не подготовленные в психотерапии люди, в психологии, которые уже, ну, не знаю, или работают, являются специалистами, или это, ну, назовем это так, прокаченные пользователи психологических, психотерапевтических каких-то техник, в хорошем смысле прокаченные, да, окунувшиеся в это, знающие, что, ну, какие-то такие разговоры требуют и внимания, и деликатности, и всего прочего. Интересно. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, я подумала, что вот моя история, да, или мои истории, которые за это время случились, за выходные, ну, вот одна из них, например, она тоже касается уместности, но немного в другом направлении. Не уместность времени разговора, а уместность содержания. То есть о чем уместно или неуместно говорить. То есть тоже семья, семья врачей, где у одного из членов семьи, тоже врача, вот такая история сложилась. У него была онкология в прошлом году, потом в начале этого года он переболел ковидом очень тяжело, и, соответственно, да, диагноз такой отягчающий, я имею в виду предыдущий, и вот он выбрался из вот этой ковидной истории, и сейчас ему вновь поставили онкологию, но уже другую. И родственники, врачи, они не знают, как разговаривать, о чем уместны могут быть разговоры с человеком, который сам из медицины, он понимает, к чему это все приведет, в общем, да, какую-то вот перспективу свою он очень хорошо представляет. — Что говорят сами участники, члены этой семьи, об этой уместности или неуместности? — Ну, самый главный вопрос, который они себе задают, уместен ли оптимизм в разговорах с ним, когда вся семья понимает, что оптимистичного прогноза там практически быть не может. как вообще быть, о чем разговаривать, вот как не нанести дополнительную какую-то душевную травму или боль вот их члену семьи, который вот сейчас оказался, ну, по сути, наверное, один на один со своей болезнью, потому что, мне кажется, в любой болезни все равно человек одинок. У нас есть звонок, Алексей. — Ну, замечательно. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Ну, вот короткие гудки, к сожалению. Да, перезвоните еще раз, присоединяйтесь к разговору. — Ваш звонок будет уместным, я надеюсь. — Да, ваш звонок будет уместным. — Кстати, по поводу уместности или неуместности, я подумал, что нашу передачу в какие-то моменты вполне можно было бы переименовать в, ну, другое название дать, неуместные разговоры, да? Ну, то есть, если, это я сейчас к телезрителям обращаюсь, уместного времени для того, чтобы вам позвонить, подходящего, его никогда не будет. Вот у меня подложка еще такая была, моей идеей, да? Уместного времени задать какой-то вопрос никогда не будет, никогда не сложится. Мое такое впечатление, звезды, удачным образом и так далее. И меня каждый раз это, ну, практически, я бы сказал, завораживает, когда люди, я не сказал бы, Елена, что они ломают, ну, какую-то ткань разговора, когда начинают говорить о своем. Но это определенная отвага, это определенное состояние души, может быть, уже назревшее, болезненное, да, когда люди вот аккуратно или вывалив все сразу, по-разному это бывает, да? Вот, ну, этот текст, эту информацию, это важное вносят в разговор. По поводу того, о чем вы говорите, и никогда нельзя узнать, ну, что это будет, да, о чем будет идти разговор. По поводу уместности каких-то обнадеживающих, да, разговоров, оптимистичных разговоров. Ну, не знаю, я думаю, что оптимизм и пессимизм так переплетены, так фокус внимания может меняться, ну, то есть быть гибким, да, и это определенное все-таки умение, некоторые люди им более обладают, в силу того, что у них профессии есть какие-то, ну, я не знаю, мне кажется, что фотографы, например, которые ходят с камерой и с фотоаппаратом фотографируют, имеют вот этот самый гибкий фокус ближе, дальше, да, то есть выхватывать какие-то детали. В психотерапии я знаю, у моих коллег, вот, это тоже такая тренируемая способность изменять фокус, то есть не смотреть, говорить, что это однозначно оптимистично или пессимистично, да, и мне кажется, что уместна всегда искренность, она, конечно, иногда пугает, она может быть по-разному понята, но мне может казаться сейчас, что я говорю искренне, ну, то есть мне сейчас не просто кажется, ну, это так и есть, хотя кому-то из зрителей, из слушателей сейчас или в какой-то другой момент может казаться совсем по-другому, то есть они воспринимают, сегодня была в этом смысле интересная группа, ну, периодически мы с этим встречаем, я еще одну такую тему пришиваю, маленькую, когда человеку кажется, я думаю, у вас в семьях тоже такое есть, дети об этом говорят, когда мне кажется, что я искренен, но мне не верят, мне говорят, я тебе не верю, да, ну, вот такая какая-то проблема, можно доказывать, можно как-то возмущаться, обижаться, но это факт коммуникации, не верят рассказу или не верят каким-то доводам, ну, вот, я немножко размазал, сфокусируйте нас, Елен, может быть, вернемся к этой семье, ваш вопрос был. Ну, наверное, я, может быть, ждала от вас каких-то рекомендаций, да, так как это не было вот в рамках такого консультирования для меня, это был разговор, где со мной поделились, ну, и попросили, да, советы вообще, как это можно, я предложила поговорить с этим родственником, да, спросить, чего он хочет, какого отношения, возможно, каких интонаций он хочет, оптимистичных, ну, если вот они этими категориями мыслят, может быть, у него какие-то свои предложения есть и видение, как распорядиться этим временем, которое у них есть, временем для общения. Я могу к этому добавить, что из того опыта, который у меня есть, опять же, он, наверное, субъективный. Людям, когда они болеют, когда они серьезно болеют, важно, чтобы к ним относились как к живым, а не как к мертвым. То есть, ну, может быть, вели те же самые какие-то болезни, ну, то есть, что их не вычеркнули из жизни, из списка, потому что они... Хотя, с другой стороны, есть же вот эта миниатюра Райкина, помните? К нему приходит сотрудник и говорит, что-то там сгорело, и ваше все сгорело. Он говорит, нет, ну, подожди, ты мог бы мне рассказать потихонечку издалека, там, сгорело в пяти километрах, я очень вольно передаю. Я думаю, наши телезрители, особенно в возрасте, помнят эту миниатюру, да. То есть, ну, человек как-то предписывает, как ему нужно об этом сообщать, да. Сгорела конюшня, сгорело там еще что-то, вот. Но в итоге все равно поправьте меня. Люди, людям важно, что их не сбрасываются счетов раньше, чем они сами закончились, да, и, ну, с ними какие-то вопросы обсуждают. Ну, действительно важно. Даже те, кто теряет в процессе болезни какие-то вот функции, да, какую-то свою даже физическую, может быть, активность, возможность что-то делать в прежнем объеме, и то они стараются быть значимыми, стараются найти себе дела, которые им по силам. А родственники, вот, бывает, оберегают, да, как раз вот... Стараются снизить нагрузку какую-то, объем домашних обязанностей. Я все-таки думаю, мы сейчас, все, о чем мы не скажем, Елен, будет правда. Ну, в смысле, любой вариант, который мы или придумаем, или вспомним, он всегда будет реализован. Перебирать эти варианты и давать ответы, мне кажется, ну, большого ума не надо, и смысла в этом много нет. Мне интересно, что эти вопросы, то есть вопросы, как разговаривать, они нормализуются, когда разговор начинается. То есть, если вернуться к теме уместности, если неуместный, если кажется, с умирающим, с болеющим, с счастливым и радостным подойти, да, или надо дождаться, пока он начнет грустить, и тогда можно со своей грустью к нему прийти, да. Как подойти к радующим родителям, или, да, супруг, что-то там у него хорошо, а ты к нему подходишь и говоришь, а вот у меня там плохо, да. Он скажет, ну, вот ты мне все там испортил, испортил. Вот, все равно это как-то нормализуется, да, когда этот разговор есть. То есть, у разговора есть какой-то очень серьезный удельный вес, я бы так сказал. Разговор создает такие завихрения, в которые вот втягиваются люди, они вынуждены уже. Я это вижу, как разговоры вынуждают людей отвечать или молчать, или задумываться, но это уже такие запущенные процессы. Очень тяжело себя выключить из всего из этого, абстрагироваться, ну, отдалиться. Поэтому, ну, это как-то нормализуется. Алексей, уместно ли будет задать вам вопрос, так как я его уже задам, а, наверное, вопрос об уместности не очень сюда подходит. У нас не так много времени до конца передачи, но, тем не менее, пару недель назад вы поднимали серию вопросов в рамках передачи, и один из них касался апатии после ковида. Вот та история, она как-то получила развитие за это время, или пока вот то, о чем мы озвучивали, оно на том же месте и остановилось. Помогают ли разговоры об этом справляться человеку с этим состоянием? Эта история развивается, мы общаемся. Апатия – слово, касающееся физической немощи, неспособности в первую очередь. Человек апатичный, не хочет ничем заниматься. Ну, то есть он воспринимает это состояние как телесное состояние. И разговаривать тоже не хочется, потому что разговор – это дело. Здесь очень интересный момент, когда люди спрашивают, или мы об этом говорим, каким образом разговоры могут помочь от апатии. Ну, то есть, грубо говоря, каким образом действия в психической сфере могут повлиять на физическую сферу. Но в нашем случае, в нашей истории, я скажу так, не раскрывая подробностей, в нашей истории речь идет о том, что COVID или ситуация с этой инфекцией, в конкретном случае того человека, с которым мы общаемся, актуализировал массу других вопросов. Вопрос возраста своего собственного, совладаю ли не совладаю, вопрос способности контролировать все. Оказалось, ну, COVID многим это показал, всем, наверное, что мы ничего не контролируем. Хотел сказать словечко грубее, но, наверное, это неуместно. Но я думаю, что вы эти слова знаете. Мы мало что контролируем, по крайней мере, в этих вопросах и природа, я думаю, что это хорошо напомнило нам об этом, о нашей уязвимости, хрупкости, о беспомощности и одиночестве. То есть под апатией, то есть как под понятием о немощи скрывается масса очень серьезных чувств. Кстати, апатия очень часто сейчас идет рука об руку с, ну, то, что принято называть паническими расстройствами. То есть у человека все как-то кисло, вяло, тускло и малоэмоционально, а потом взрыв, да, взрыв, масса эмоций, которые тоже забирают еще больше сил, с которыми человек не знает, что делать. Ну, вот сейчас мы в этом смысле пробуем разобраться, что это такое. Может быть, в следующий раз мы поговорим о панических атаках, потому что тема очень актуальна, и люди, которые с симптоматикой даже с этой сталкиваются, они, ну, не знают, что это связано именно с паническим расстройством. Они думают на что угодно, но только не связывают это со своими какими-то душевными переживаниями и большими вопросами, которые психика ставит перед ними. Ну, наверное, Елена, мы с вами поговорим, но я надеюсь, что у нас будут звонки, у нас будут те темы и те слова, которые принесут наши телезрители. Один мой друг сказал, когда вы вдвоем друг с другом, он слушал нашу передачу, вам чего-то не хватает. Я говорю, ну, конечно, нам не хватает. Нам не хватает звонков, это намеренная позиция, мы не развлекаем, мы не приносим сюда что-то, чтобы мы были самодостаточны в этой передаче. Поэтому, если вы чувствуете, что мы недостаточны в передаче, то это как раз то, чего мы стараемся добиться, чтобы, ну, потому что у нас нет третьего, условно третьего собеседника, того, который приносит вопросы, истории, комментарии, пожелания какие-то. Поэтому мы вас ждем на следующей передаче. Будут это панические атаки, значит, будем говорить о них. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Да, интересно, с этим звонком получилось, телезритель не стал перезванивать, да, то ли, может быть, посчитал, что уже неуместно к нашему разговору присоединяться, то ли, может быть, неуместен стал звонок. Ну, кто-то родственники пришли или еще как-то. Звоните к нам в следующий вторник, 18.15 на телеканале Самара ГИС, наша передача выходит в прямом эфире. Спасибо, Алексей, за беседу. Всего доброго. Встретимся живьем в следующий вторник. До свидания.